Девушки отдыхают Очередь команды Сил Света запрещать героя Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Дополнительное время Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя Осталось 10 секунд Осталось 5 секунд Дополнительное время Очередь команды Сил Света выбирать героя Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя Очередь команды Сил Тьмы Дополнительное время Дополнительное время Осталось 10 секунд Осталось 11 секунд Осталось 10 секунд. Привет всем еще раз, друзья. Мы с вами вновь находимся в прямом эфире на трансляции квалификации европейских на Major Shanghai. И третий раунд стартует Лона Конспириси против ребят из Elements Pro Gaming. Такая встреча. Все мы жаждем, конечно же, посмотреть на роуминг от скрина. Любитую гуру. Я вот уже с начала квалификации жил практически. Только увидел с того момента, как только увидел, что Elements Pro Gaming пригласили на отборочный, я уже жду роуминга от скрина. Или даже еще чуть пораньше. Знаешь, герой, так по мне, не его немножечко. Это никогда ему не мешало. Но вообще ладно, я бы не удивился Пускару, Найт Сталкеру, Спирит Брекеру. Вот Витч Доктор. Может быть, скрин стал менять свой геймплей? У нового команды. Да нет, я думаю, что, скорее всего, все равно он пойдет. Ты смотри, что они делают, какие они абузеры. Ты видел, нет? Они ставят коги и зарабатывают души. Что творят? Я сейчас объясню, как это было. Это баг. Ты смотри, что делаешь. Ты смотри, что делаешь. Походу, это баг. Это баг. Это 100% должен быть баг. Такого не должно работать. Это точно фиксили. Но, возможно, когда поставили новые коги... Опять все сбросилось? Нет, ты заметишь, что после... Ну, СФ разбивал ког только после того, как по нему тычку делала венга. Он потому что двух ударов как ломается. Да, но, возможно, это для того, чтобы быстрее коги сломать. Может быть, это как-то помогало ему как бы сбросить. Но, возможно, да, скорее всего, чтобы быстрее ломать. Чтобы он за одни коги успел... Но, возможно, членцы. Сделали новые коги, не вот эту прямоугольную коробку округлую. Опять обновилось. И, на самом деле, то, что они нашли, это просто красавцы. Хоть кто-то подготовился у нас к квалификациям. Это не может не радовать. Апузеры. Скрин и его компания. Вывод такой. Я не знаю, пока это работает, этим пользоваться, конечно, нужно. Это, может быть, не суперсильно как-то, может быть, там, впоследствии зарешает. Но в начальном этапе это просто грязь. Ты посмотри, у него просто 69 демеджа с руки у генерала. И пришел. Линд такая, откуда? Где он успел это все насобирать? Пожалуйста, генерал сейчас будет спокойно грибов добивать. Он, во всяком случае, должен. Нет, но это жестко, ребята. То есть я... У меня сразу вспоминается игра, где там SF забирает ферстблат, и у него сразу плюс 12. И он эту игру там начинает просто нереально тащить. Здесь, ну, может быть, да, может быть, сейчас они еще что-то там обознают. Но Лина, у нее уже меньше атаки. И с каждым просто, с каждым крипом у нее будет все меньше и меньше. Но правда сейчас максимум достигнет. Не у нее меньше, а у него больше, да. Точнее, разница, да. У нее, если бы было меньше, это было бы слишком жестко. Ну, я думаю, все поняли, о чем. Конечно, Бэйн может как-то инфиблом еще тоже постараться помочь. Хороший штамп по двоим клятой от Бобби Найта. Немножко поддели так, что до Финда касками вынуждены откидываться скрин. Да, но тем не менее, конечно, получает хороший стар от генерала. И как минимум, по крипсатам должен быть все хорошо. 1.12 показывает КС, он реально обденаивает сейчас Бобби Найта. Воу. Что-то я и смотрю, он никак не может добить своих крипов, точнее, чужих крипов. А своих он, я и не смотрел, как добивал. 12 крипов, да, и вот вам, пожалуйста, Бобби Найт один крип. 1.1 у него, да, 1.13. Не, подожди, ну ладно, здесь, окей, все-таки коги засчитывались, так понимаю, да? Я думаю, что это коги засчитывались. А, ну, возможно, да. Там, да, там может быть не так сильно, но все равно, конечно, генетал получает хороший стар отт. Ну, видно, что он тут очень жестко уже. И, как бы, вот, да, 15 душ там максимум на первом левле. Ну, и вот, собственно говоря, практически 15 он набил, 14, уже сотка атаки, здесь все, можно расслабиться. И Бойну отсюда уходить ни в коем случае нельзя, потому что как только он уйдет, Лина останется 1 на 1, ей будет нереально тяжело. На самом деле еще более-менее подбивает Лина, и Сэф не все забирает далеко, мог бы и получше начать. Вот если бы, особенно 1 на 1, здесь она стояла против него. Там, да, беда. У Каски 3 недели не откидываются сразу Каски, но можно Шадоу Рейс выписать, неудачный Шадоу Рейс генерала. Да, Слипался. Был Слип, сейчас там на развороте от Лины, и Бэйн тоже уходит. Ну, что-то, как, ПХП хорошо меняет. Вообще, на самом деле, я больше, наверное, с такому мнению, что нужно отойти, я думаю, товарища Сорина, и просто поделать стаки в лесах, чтобы оставить Лину одну с Крипами, то есть получала фриэкспириенс. Сейчас просто Каски, опять, отлетают, сложно все раскладываться. Ну что это за подстава? Да, и в итоге генерал у нас забирает еще и ФБ после того, как он наластхитил этих Когов. Отличное начало. Ну, я думаю, что СФ во многом пикался ради этого абуза. Ну, посмотрим, как дальше. Надо посмотреть немножко на остальные лайны все-таки. Снизу у нас Кевк стоит против Кингера. Ну, Кингер — это игрок, который на Оракуле сыграл уже очень много официальных игр, и мы стараемся его ферстпикать постоянно, даже без какой-либо связки. Ну, а здесь с Вичдоктором, ну, какой-никакой хилл имеется, и более-менее будет сочетаться. Ну, плюс всегда есть возможность собрать, так, нападение как раз-таки на Кевку, и Кевка гибает здесь. Вейв, пару ударов с руки, и это минус, очень хорошо разобрали. Ну, Кингер действительно опытный игрок именно на этом персонаже, и знает, какое количество урона он может нанести, и как лучше, когда синицировать. Поэтому сейчас они, ну, фактически не оставили никакого шанса без мастеров. И спокойно забирают второй килл для своего коллектива. Ну, и на верхней линии у нас Герокоптер и Рубик против того самого многострадального Клакверка, который, кстати говоря, куда-то вообще ушел. Йоку тут, да, его ищут, его ищут, пытаются найти, а его вообще здесь и нету даже. Меланхолия, такой вот у него никнейм сейчас, очень часто Йоку стал менять свои никнеймы. Ну, он под этим уже довольно-недавно играет, на самом деле. Для паблика у него, по-моему, другой никнейм. Ну, паблик. Паблик это паблик. Ну, ладно, это не особо важно. В общем-то, смотрим дальше, как генерал продолжает издеваться на медлинии. Нормально, еще ему и ДД. 140 урона с руки. Неплохо. Сейчас, конечно, бы это использовать как убийство. Кого-то вот каски полетели, краски на Бэби Найт, и каски опять не отлетают. Ну, можно так, вот это с дабл демиджем, трючка одна, вторая, и Бэби Найт обидывается станом, и это позволяет ей немножко отойти, уйти из под СФ, и не подставляется. Ну, точнее, фраг сделать не удалось. Ну, в любом случае, очень страшно, очень страшно под этого СФа подставляться сейчас. Он, ну, на фрифарме тык это уже точно находится сейчас. Плюс ко всему, имеет возможность любого приходящего сюда убивать. Ну, стаки под него пока не делается, вещество, которое вообще никуда не отходит, скрин стоит на месте. Его тоже все устраивает. Генгер у нас пошел, ставит фардец. Аккуратно. Ну, видно сейчас кепку, причем еще один вард стоит на линии как раз-таки. Когда он будет уходить, куда будет уходить, он будет переходить на ТП, все это будет читаться на нижней линии. Ну, и в некоторой безопасности будет у нас все время улетать. Сверху на Клакверк нападение. Клакверк, да, не очень удачно забирается за Гирокоптером. А тем временем Оракул забирает Бессмастера. Ну, все четко, да. Бессмастер вроде бы и знал, что Оракул должен где-то с речки подходить, но в любом случае под станы лида она потаивалась, а дальше уже. Очень много демоджи Венга наносит, просто какие-то невероятные цифры, хотя у нее только ПТ. Ну, очень сильно она сейчас встала, конечно, в этом новом патче. Думаю, что еще много-много раз мы ее увидим до того, как что-то изменится. Пробивает Боби Найт. Несчастная Лина здесь вообще не может ничего с Сэфом. Он ей с руки снимает столько же, сколько она ему с Драгонслейва. Еще эти кайлы. Нашню сил света на верхней линии. Да, и в итоге Боби Найт стоит со спустой бутылкой, в то время как у Сэфа еще полные три заряда. А его еще и подхиливает Вич Доктор. Еще и обденаивает прям под вышкой. В общем, мид, конечно, 23. Ну, тяжело сказать, насколько, потому что огромное количество когов он взял. Но... Ну, можно ориентироваться... Там 12 было где-то. Ну, 23, 27 на 12 против 15 на 3. Это очень много. Вашню силу на центральной линии атакуют. Тут самая яркая статистика, 27 против 15. Очевидно, что Сэф контролит крипов хорошо. Причем вынуждены были поставить даже два сервера здесь, словно конспирисы возле медления. То есть читать все передвижения Сэфа, уходы куда-то за руной и так далее. Приходы с упор. Башни с беременем. На топе, точнее, добавить кэшу. В очередной раз его забирают. Да, здесь герокоптер с холдауна. Ворвался. И пока что Клакверк это такая сладкая булочка. Слишком много отдается Йоку, на мой взгляд. Понятное дело, кажется, стоит против жесткой трипл-линии. Большую часть времени, но все равно. Можно держать дистанцию, можно не подставляться. Ну, как тут не удается пока. Может быть, с другой стороны, играет агрессивно для того, чтобы привлечь к тебе внимание с суппортов, чтобы все-таки медленнее чувствовал себя по-прежнему хорошо. Да, просто экспай ему нужна. Ему нужен шестой левел. Он пытается его хоть как-то получить. И, в принципе, сейчас скоро получит. Вот он уже близок очень к нему. Скоро пятый, и дальше шестой. Ну, нужно все-таки для того, чтобы своего Клакверка реализовывать. Ну, пока все спокойно. Пока ничего не делается. Наконец-таки стал скрин стакать под своего СФ. Хорошие пулы. Можно быть генерала потом забрать. У него уже есть третий шадоу-рейз. Дождется возник. Да, конечно, фикс шадоу-рейзов буквально по 25... Даже не по 25, по 15 маны на шадоу-рейз. Накинули, и все. И СФ перестал у нас появляться в пиках. Практически... Практически перестал. Хотя был ферст пиком. Все-таки Кайлэ ему давали слишком много. И для Агильщика вот это вот несколько единиц маны. Удар просто по герою. Каски на развороте. Ну, там Бэйн еще. Да, ни в коем случае нельзя разворачиваться СФ. Потому что там погибнет. Правда, сюда смещается еще и Клакверк. Но только с уровнем четвертым. Ну, нечего на оффлейне делать сейчас Йокули. Не отпушено, поэтому старается перемещаться. Да, встанет в МИД сейчас. Должно встать в МИД сейчас просто. И ЕСФ потому что ушел. ЕСФ не пошел. Формить пошел за руной, судя по всему. Там элита. Там 4 героя элемент. Что же они собрались здесь делать? Смог прожать? И на Рошана, что ли? Что вы понимаете? Куда-то пошли. Прям массово пошли куда-то. Честно говоря, даже не знаю куда. Какая-то супер-супер-план. А, чужих таки наслезло. А, ну да. Ну, для этого и пришли сюда. Пипы не видят ничего, потому что в смоках надо было ударить с руки. Просто разбежались из-за этого. Не, ну вообще, да. То есть, видимо, замечали, что кепка там чем-то стакал. Видимо, я кабанчиком каким-то и пошли забрали. Неплохо, неплохо. Бульки чуть не отдали, но аккуратно приносит себе Shadow Twin. В итоге у него Aquila PT. Использует Invis. И... Да, вот это у него, конечно, там просто... Шмоток. 45 крипов. Денег-то у него тоже. 3 800 заработано за эти первые 9 минуты игры. Очень даже неплохо. При этом сейчас не забываем, есть стаки, которые можно будет дофармить. Девка вынужден уходить на ТП на свою же Тиро-1, что-то не пытается. Ну, он далеко залез. Вообще, да, только более-менее хорошо все у товарища Джеллопи, да, который стоит фармить на линии и при этом сделал 2 кила. Ну, и, конечно, Руби, который тоже рядом с ним стоял, и Экспиренс за киллы забирал. А у остальных все плохо. Ну, плюс-минус. Бестмастер от левел 5, конечно, вроде, со своими проблемами нет, но... Ну, у бестмастера более-менее относительно Клакверка, а вот Лина проседает очень сильно. Прямо у нее печальная ситуация, и нужно идти фармить стаки. Вот, собственно говоря, она и приходит. Ну, правильно сделал Бейн что-то, а шоу стаки я все-таки сделал для Лина. Лина отстает на 1300 голды от СФа. Конечно, много довольно. На то, по-прежнему, отцепили Герокоптер, свапнули. Никакос, по-моему, иратно разворотит. Просто колдаун, флэк прописал. Начинает расстреливать дальше к Иллидан. Иллидан пытался пить Рубика. Получился сделать. Рокот-бирже Иллидан фитывает в себя. И нажимает на 84-й хитах. Да, и не добил его Герокоптер, развернулся и правильно сделал, потому что дальше Кингарба его не отпустил. Ну, и в итоге один-в-один поменяли свитч-доктора на Рубика. Довольно-таки ровный получался размен. Герокоптер, правда, в очередной раз забирает фраг и никуда он с линией не уходит. Уже очень сильно врывается вперед. Ну, а генерал, мы видим, по-прежнему контролирует Бобинайта, не дает ему подойти. Заслипали Бобинайта. Ну, нет, заслипали генерал, но Бобинайта, конечно, не придет. Подходит сюда Герокоптер, но и с Герокоптером даться тоже не хочется. Ну, кулдал у него не было, поэтому не особо-то его конкурсы пошли в бой. И с ССФ тоже драться не хочется. В общем, ни с кем драться не хочется, поэтому просто разошлись всем миром. Ну, Лина продолжает страдать. Я думаю, что тяжко, конечно, Лине, учитывая, что она так часто ходит на базу, она очень сильно проседает еще и по левелу. Для нее это важно. Делать киллы какие-то, постепенно раскачиваться, чтобы потом с бурста иметь возможность забрать. А знаешь, вот смотрю на эту Лину, и у нее все не так плохо. Ой-ой-ой, Элидан. Элидан не дотянулся с вапом. Только доза инициировать. Не так все плохо у Лины, на самом деле, ну, левел свое набнул. Левел себе уже может убивать. Есть Аркада, Ботал, Мэджикон, Прайм-Арорусы пошли бивать скриновые. Ну как? Нет, летает неудачно, и выбирать можете дотянуться. Для тяги к станам. Благо, Лина Драгонслейм забирает такие срока, если что-то явно не подоспел. Ну, все получается. То есть, да, окей, по отношению к эсэпу, конечно, может быть не так круто, потому что эсэп умер много всего заработал. Но Лина свое тоже вынесла. И левел у нее был более-менее, и денег хватило на Аркан, на Ботал, на ТПшки, на Смаке. И получать сейчас левел восьмой. Не сказать, что она прям очень-очень сильно пострадала. Хотя, конечно, по-прежнему у эсэп отстаёт на тысячу трех километров. Да, в итоге приходят, начинают ломать здесь Эллидан вместе с генералом. Довольно-таки много у них дэмэджин двоих. Очень много. Венгар здесь, конечно, хорошо заходит против той же Лины, тем, что она настолько плотная и может впитывать в себя лагуны. Немножко не повезло Скрину, кстати говоря. Возвращаясь к нашему разговору, действительно, Скрин у нас сменил амплуа. Он вообще не роумел в этот раз. Просто стоял на лайне. Помогал. Помогал, да? Просто нянька. Он, видимо, подстраивается под свою ногу. Клакверк шестой, наконец-то. Не стал кого-то впрыгивать, да и убежали по столице. Тут вард его видели. Хороший. Да, добротный вард, это как раз против Клакверка, но долго он получался бы шестой, и в этом, конечно, определенная проблема есть. В итоге, если графики посмотреть, нет какого-либо преимущества, потому что счет 4-4, все в нулях, и все-таки то, что СФ вырывался далеко вперед, так сильно это сказалось, потому что Яркоптер тоже наформил очень хорошо, и даже больше, чем в Бенжопол Спит. Мидер у одних немножко проиграл, у других Керри немножко выиграл. Все нормально. Попытаются пробить и радиотамор теперь уже и по миду, действительно пытаются пушить элементы про гейминг. Вот, к слову, об этом СФе, он выходит в Мекку, причем очень раннюю, и все это говорит о том, что ребята очень часто будут собираться вместе, чтобы давить. Ну, это же скрин, то есть он не стал роумить, но вот она сейчас 13 минута с Меккой. Я больше скажу, если бы сейчас ему не хватало 200 голды, они бы все равно пошли, но он Мекку свою добил, и это хорошо, потому что с Меккой сейчас будет значительно проще. Пользуются тем, что... Я, честно говоря, даже не пойму, чем пользуются. Здесь очень много отпуша, очень много возможностей подраться в ответку. Пользуются тем, что просто Лонган Спиросе не идут в ответную драку, и тем, что у них есть два ранжа с хорошей атакой, которые просто идут и бьют вышки. Все. Это весь план. Что там? Смог я слышал. Смог был разбит от Лонган Спироса, выглесо в тире 3. Куда вниз, с попыткой забайтить на Кевку, с возможностью запушить тире 1 табор, пока им будут ломать тире 1 на топе. Ну, вообще, да, то есть здесь будет, скорее всего, просто размин. И даже, скорее всего, элементы пытаются вниз ТП сделать, спасти свой табор. ТПшки есть. Да не надо им это делать, на мой взгляд. Надо просто... Можно просто идти. Если бы сами элементы находились на месте ЛС, они бы могли на рошу зайти. Но ЛС на рошу не зайти. У них не те герои немножко, для того, чтобы его забирать. На такой стадии. Поэтому, конечно, нормально. Вот, смотри, они сломали уже одну, они просто могут идти на вторую. Они 2 в 1 разменяются. Так и не пушат ЛС. А осталось там один только без макетов. Причем крипов каких-то убили. Зачем они это делают? Крипов просто взяли и убили в лес. А своих же причем, да. Своих же убили. Да, вообще пушат здесь нет. Тут просто пока организация игры очень сильно хромает ЛС. Пока они что-то думают, им сносят уже Кирклора Тавр. Башню сил света на центральной линии. Причем еще есть возможность задэпить вообще чуть ли не оба. Да, вот уже Клоквер перетянулся. Снизу остаются. Здесь явно его сломают. Клоквер пошел. 3ТП сразу. Есть Вингриф, конечно, но не знаю. Свапы пошли за Тинги. Ильдам очень быстро распаялся ситуацию. Лину забрали. То есть покипает. Пошли. Там Джиллубин расстреливает. Скрин-а-скрин ставил. Смарки просто погиб от Драгон-Берриджем. Получилось не очень круто. Но приходит Тинга. Распанавливает Джеллоби. Герокоптер стоит на месте. Сэмп отягивается одним Шотлурейзом. И на этом все. Сно 2-1 драг прошла. Слишком плотный Герокоптер. Тяжело его на самом деле здесь разминать. Ну, нужно было подольше зафиксировать. Браво Ильдам. Наконец-то у нас Винга свапает Бейна. Сбиваемый ультимейт, а не его цель. Но размен, конечно, довольно-таки сомнительный. Если бы выжил плотный Герокоптер, то было бы приятно. Но, тем не менее, забрали соло-мидера. Вот эту Лину, которая поднималась с колен. Забрали 2 вышки сверху. И если брать это в учет, то размен уже очень хороший для Элементс. Да, все получилось неплохо для Элементс про гейминг. В частности, Генерал снова заработал себе много денег. У него уже Яша появилась сверху. В прежнем очень серьезно отрывается от Лины. Ну, и уже перегнал Герокоптера в фарму. Так, ну и что, куда они сейчас будут выходить? Я думаю, что Элементс... Да, Элементс могут попробовать выйти на следующий тавер. Попутно задефить свой тир-1 на миде. Пока еще далеко не ушли. Все-таки он очень битый. Не хочется его отдавать. Хочется еще Рошана забрать. Уже, в принципе, по силам это Элементс про гейминг. Ну, вот как-то нужно скоро либо загандить, либо отпушить линии по максимально возможному. Выиграть файт, возможно, какой-то. Вокверху надо сейчас жестче разбираться с птицами Бестмастера. Вот он начинает как раз это делать, чтобы не давать им залетать в лес. Как только видит, птичку сразу же отправляет какую-то ракету на нее. Так, ну и что? И в итоге у нас так разбираются... Разбредаются по верхней половине карты потихонечку ЛЦ. Стоят хорошие варды. Еще одно преимущество того, как Элементы зашли в прошлый раз. Они поставили довольно-таки классные варды. Ну, немножко сами такое ощущение, что не знают, что им делать. Бегают по миду. Все, и пошли пушить. Все. Ну, так, пушим. Ну, вроде бы Вичдоктор тоже может сместиться. Три ТП есть в комментариях у скрина. Он готов всегда подтягиваться к нужному месту. И отправляется в чужой лес. А там-то можно найти противника. Вот он солен, бегает на бойне. Есть вард. Вард, который дает очень много вижны. Видно герокоптеры, видно бойна. Их нужно будет забирать. Желательно забрать между герокоптеры. Уходит вперед сразу же под бапом в клубверк. Желопи что будет делать? Пытается выйти. Ну, тут и станчики, или бапы. И тема. Ну, и здесь солен, скорее всего, уйдет на ТП. Хороший килл, но его подкрепить будет, скорее всего, нечем. Потому что наверху товаров нет. Башню сил света на центральной линии. Да и в принципе и не надо. Герокоптер с мега киллом. Это достаточно хороший фраг для того, чтобы ничем не подкреплять. Главное, не раздать сейчас своих ТВ-ров. Но тут же делают ТП в мид. Очень хорошо. Оракул сразу поднимает там тонну денег с этого герокоптера. Но продолжают сплетить ЛЦ. Вот пользуются тем, что довольно медленно начали перемещаться элементы. Башню сил света на нижней линии. Я об этом говорю. То есть вы сделали ганг, выход в лес. Это нужно подкреплять чем-то обязательно. Либо снизить Рошана, либо забрать Тавар. И вот пока они перетянутся в мид-линию, герокоптер уже поживает. И здесь будут иметь перебород. Поэтому денег-то не выигрывают особо элемент с прогеймингом. Риг, как у графики, нуля по-прежнему держится. Привычка не растет. Хотелось бы, конечно, немножечко дополнительных денег. Бист уже с первыми некрачами. Сейчас будет со вторыми. Будет сплитить динатно. Ну и тоже хорошие варды поставили, за счет которых видят передвижение команды Грина. ЛЦ. ЛЦ в принципе пока очень даже неплохо отыгрывают. Вообще, для команды, которая четыре дня подряд играла open-квалы, первую проиграла, дойдя до второго дня, а вторую выиграла. И сразу же на следующий день им нужно принимать участие в закрытых квалах. Они показывают очень неплохую тротуару. А куда они дошли в первый день? До 1-8 что ли, да? До 1-8. То есть не так далеко прошло. Да, 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 ну неплохо держался коллектив. Ну четыре дня, в четыре дня просто мясорубки ребята играли. И на следующий день играть в закрытые квалы. Вот сегодня. И вот что я сейчас пока вижу, они играют действительно неплохо. Команда на уровне сражается пока с Elements Pro Gaming. Тут уже очень многое. Да, это большой вопрос, на сколько их хватит вообще и хватит ли. Но, собственно, на то они есть открытые квалы, на то есть и масса турниров, за счет которых можно себе набрать имя. Ведь, в принципе, Elements Pro Gaming это команда, которая собралась совсем недавно. Буквально за пару вот таких небольших турнирчиков она смогла показать хороший результат. SF на хосте. Падает в него ракетка. Снизу, тем временем, на падение на квакверка. Как его бестмастер вместе с Рубиком разбирают очень быстро вдвоем. Ну и пользуюсь тем, что вроде как бестмастер с Рубиком снизу начинает пушить мид. Бестмастер с Рубиком пушит нижнюю линию в ответ. Хорошо сплитит ловоком с перицей. Не вступает в какую-то конфронтацию, не дедутся драть за свой штраф, за свой табор. Они идут просто сплитит. Это очень грамотно. Давайте от вас забрал противник, но в же снизу сплитит ловоком на центральной линии разрушено. Более того, там еще через фраг это сделали ЛЦ. Тоже неплохо. Да, они в плюсе еще получились за счет этого фрага как раз таки. Но вышки потихонечку падают. Снести бы еще вот эту Тер-2 на нижней линии, можно было бы действительно поувереннее выходить на Рошана. Так, Винга в смоке. Вот этот вейв спалило скорее всего. По-моему, видели, да, сейчас этот вейв. Нужно уходить. Может, ответный смок от ЛЦ изобразить какой-то. Яркоптер рядом, Бэйн тоже, Лина на месте. Вроде купила себе, кстати говоря, линзу. И артефакты начинают появляться у того и другого коллектива. Ну и Рошан. Рошан, конечно, жив и прекрасно понимает та и другая команда, что они хотят потратить, как минимум, за Хрошана, хотят забрать Эйгис. Но вот удачной позиционки пока никто не принимает. Блеско всему, не удается еще и кого-то поймать из-за дампы. Башню сил света на центральной линии. Вроде бегают под Вардом, например, Рубики какие-то, но далековато находился Йоку. Очень одетый СФ. Прямо не хочется с ним сталкиваться. Очень много армора, очень много ХП, Мека. Тоже можно самое сказать про Вингу. У нее еще артов поменьше, но доберет, если арты. Скрин с Виталити бустером тоже почти 1000 ХП. Оракул, но он будет держаться подальше. И Клокверк, у которого 1200 с Блэдмейлом. Так, ну вот сейчас собрались вроде бы на нижней линии Элемент с Pro Gaming. И лонг конспирсии при этом не сплитят. А значит, то вы бы принимать бой и должны будут принимать бой. Я думаю, что скорее просто они не успели засплитить. Ну, они сейчас могли бы этот топ-лак поломать. Пошли вниз и будут драться. Посмотрим, готовы ли они принимать бой. Все-таки, по-моему, тяжело будет. Тяжело, безусловно, потому что и той, и другой команды артефактов начально хватает. Закидывается ракетка, и видно местоположение ЛЦ. Вызываются кабанчики, ястребы различные, герокоптер тоже. Рубик, есть блинк. Надо сбурстить одного из толстых героев Элемент, но это сделать тяжело из-за того, что есть Оракул. И есть еще и Вич-Доктор, которые будут отхиливать, закидывать касками. Пытаются поэтому Элемент, ну, просто отжимать все, что плохо лежит пока что. Так, Рубик, будет ли врываться с ДНК, да, на Эншентах заходят. Плохо стоят Эншенты, их можно было подковырять. Но, опять же, побаиваются немножко. И те, и другие друг друга боятся. Как огня, никто не хочет лезть в бой. Ну, боятся прыгать за место. Сейчас просто прогнали ЛЦ своих соперников, потому что эта позиция слишком сильная. Сверху здесь, с горочки, никто бы не полез драться. Ну, и, собственно, забирают Эншентов. В свою очередь, отдают фарм Вич-Доктору на миде, уходят у нас в леса Винга, уже почти БКБ. Но я думаю, что до БКБ здесь нужно Элемент сыграть, потому что с появлением БКБ их пик станет гораздо сильнее. Можно будет с этими БКБшками идти и драться. Ничего не бояться. Без БКБ пока что еще есть шанс, что хорошо кинуть свои сплы ЛЦ. Ну и что, ЛЦ пойдут на Рошана? Но уже, уже, уже стягиваются Элемент. Прекрасно понимаешь, что да. ЛЦ идут на Рошана только для того, чтобы выманить соперника. Пока там нету БКБ. Причем их прекрасно видно, под двумя вардами не находятся. При этом и Элемент с прогейминг своего оппонента тоже видели. И вновь у нас будут разбегания в разные стороны. Опять же, никто не хочет лезть первым. Ну что ж, кто, кто в итоге начнет эту кровопролитную войну? Кто это сделал? Ракетка, хорошо. Минус ястреб. Ястреб бит. Тяжело ворваться к Лакверку, конечно, из-за того, что постоянно какие-то ястребы-кабаны. Он их подфармливает, но постоянно рискует в кого-то из них попасть. Хорошую позицию занимает ЛЦ. Пока нету БКБ, их пик хорош. Потому что слишком много магии. И как только СФ и Гирокоптер купят себе БКБ, будет слишком тяжело с ними биться. Да, и просто провоцируют. Пока провоцируют одни зайти на Рошан, другие сейчас будут провоцировать вернуться на базу. И хорошее решение от Элемент. Вообще-то, пока не чувствуете, что ЛЦ что-то готовы сделать. Только не приняли решение пойти на базу, чтобы прогнать противника. Ну и нашлось Элемент СМУ. Мы на центральной линии. Не могут быстро забрать Рошана, ЛЦ. Вот Элемент смогут с их аурами. А ЛЦ нет. Еще медальчику бы какой-нибудь. Но скрина нет. Скрин пошел в супер-жиры и аганим. Не захотел он здесь ничего. Аракул подхиливает. Приятный такой герой в осаде. Может кинуть второй-третий. И вот у тебя уже куча хитпоинтов. Все так. Ну вот так. Вот теперь противник находится на базе. Они отошли. Опять же, правда, бегают под бардами чужими. Без БКБ тоже нарушают вряд ли пойдут. Скорее просто спровоцировать. Но не более того. Кинавливается вейв. Заходит генерал. Начинает активно Рошана пробивать. Стягиваются, конечно же, под смоками сюда ЛЦ. Ну что же, драка будет, судя по всему. О, кабана. Кабана. Заманил. Минус фулдаун. А вот теперь уже можно и подраться, наверное. Она боится. Все равно боится, потому что так до БКБ мало осталось. Ну вот чуть-чуть совсем не хватает. Буквально тыщенка монеты. Венге и СФ. Ну вот отойти бы. Дайте нам пару минут. Лода конспириция. Пожалуйста. Пару минуточек, и мы придем с вами боевать. Боже, они кабана дважды переконтролили. Сначала его законтролила Венга. Он убил одну птицу. Он почти убил вторую. Его переконтролил гирокоптер. Битва за кабана какая-то. Если волк. Ну, волк по цене, потому что он хотя бы со временем не исчезает. А кабан-то он в любом случае там еще 10 секунд и погибнет. Интернаторов-то много, а у каких-то полезных суммонов что-то не вижу. Заходит хорошо на ночь. Да, вновь заходит. Знают, что нет кулдауна. Видели его. Так, вызываются некрачи. Ну, тяжело заходить. Клакверк. Кулдаун уже появился. Некранмиконы были вызваны. Теперь некрачей переждать. Там такой уж на 30% здоровья остался. На 40 примерно. Очень-очень выдержанно действует скрины команды, потому что развелись сначала на кулдаун. Сейчас на некрачей. Некрачей большой кулдаун будет. И без некрачей драться в ТЛЦ будет значительно тяжелее. Она перемещается, чтобы терапин запрать. Но вообще идти и другие держатся. Неплохо, но все-таки. Да, такая пусть в том, что никто не может принять нормальный бой. Все друг друга боятся. И никто в этой кулке не остается. Графики даже немножко ушли в минус для элементов про геймера. Кулцы даже зарабатывали. Иии, должны успеть. Ой, Ашан башит ССФ. Здесь каждые секунды на счету. Гирокоптер. Клакверк ставит Коги. Неплохие кепка заходят. Ой, и не успеет. Что жилось, метро срода? Ой, какой-то мобслов-то случился. Вот такая палка скрина расстреливает практически гирокоптера. Иллидан продолжает раздавать. В итоге Рошаны забирают рейдинг. И ССФ забирает до Егис. Просто в телепорт уходит гирокоптер еле живой. Джелопе тоже нужно забежать. Есть, конечно, у него и блатстон. Может застуицидиться, но проще самому уйти. Да, вот так вот он ходит. Башню сил света на центральной линии. Ёлочку. И сделал в тапаут. Как же классный элемент сыграли на этом Рошане. Клакверк отзонил гирокоптера. В этот момент Иллидан пожертвовал собой. Слапнул Бестмастера. Бестмастер вообще не понял, что произошло. Его просто там стерли. А Иллидан еще 5 секунд дрался под Феллспромайзом. Точнее, 7 даже секунд. Кингера. И это была просто отличная драка. Потому что эти 7 секунд он дрался без хп практически. Его там должны были стирать моментально. В итоге ССФ поднял нереально много с этой драки. И в принципе команда Элемент забирает Аегис. И делает хорошую вылазку. Ну, вообще, стоит сказать, что ЛЦ тоже немного заработали. Они все-таки забрали Тавер. Да, потеряли вышечку. В общем-то, забрали Аегис. Но при этом отдалось Керри. Керри Бинга. Это не очень хорошо. Ты знаешь, такая битва из-за инициативы. То есть, они долго обе команды стояли. Ждали, кому же достанется. В итоге достался Элемент. И даже несмотря на то, что они не так много выиграли по графикам, как мы видим. Но они должны сейчас понимать, что они... Они проиграли по графикам. Даже, да, даже как-то получилось, что они проиграли по графикам. Но они должны понимать, что они выполнили сейчас свою задачу. И теперь с этим Аегисом можно реализовывать. Но вот единственная проблема, конечно, что Ледан погиб. А БКБ так и не дособрал. Осталось, опять же, не так много. Оставляет ему крипов. Хоть генерал. Все. Доформил, доформил. Вот оно БКБ. Вот оно БКБ на генерале. Там БКБ также появляется у герокоптера. Да. Оно появилось только-только. Десятисекундное также. Баби Найт выходит у нас, видимо, в Point Booster. Будет делать Аганим, чтобы БКБшных ребятишек пробивать. Ну, и вот Кевке, судя по всему, нужен Блинк. Его он будет стараться нафармить. Ну, в общем-то, и та и другая команда при артефактах. Единственное, что наличие Аегису элементов с прогеймингом заставляет их идти вперед. Они сейчас выбирают нижнюю линию. По ней будут шествовать. А ЛЦ же сплитит. Да, они толкнули мид, я бы сказал. Так, но сейчас потеряют вышку и, скорее всего, будут вынуждены растягиваться. Башню силы свежим. Слишком много там же СЭПа. Двести урона. Даже больше. Там ротовать над, наверное, как-то. Музыр-3 придет спраться, если только пойдут или на спешку. Сержать, пойдут. Неужели нас так уверены в своей силе? У них хорошо, у них есть Мекка, у них есть вещь. Джокер почти что-то гонимом. Давайте посмотрим. Дан со свапом, который ищет, ищет кого бы ему свапнуть. Ну, явно не Йелопи. Тут не хочется герпо-пробить. Мы на нижнем подбили мидер 3 и отошли. Что дальше? Пакетка СЭПа. Ну, все на базе, можно, в принципе, так стоять и потихоньку бить вышку. Ведь они заходят, они за пару ударов эту вышку сносят очень сильно. Раз, снесли вышку, два, снесли вышку. И на веки раз уже бенуставы. Илон Кат с Переси нужно две минуты переждать, попытаться. Но за эти две минуты возможно полететься. А две ли? Да, две действительно. Ну, прям две полные минуты. Еще пара ударов. Не хватает какого-то... какого-то средства, чтобы затанковать. Все-таки Лина плюс Рубик, они отспамливают жестко. Крипы подлинные еще и с линзой. Она очень издалека спамит. Чуть ли, наверное, не последняя пачка крипов, которые будут пробовать элемент споргейминг сходить на хайграунд. Дальше уже будет опасно. Болдаун залетает и отгоняет противника. Так и не смогли подбить Р3. Но, по-моему, надо уходить. Еще, может быть, одна попытка, но уже страшно, уже потому, что Аегис можно заметить потерять. Потерять именно не от того, что его выбьют, а из того, что... Еще целая минута есть. Я думаю, что... Замес может затянуться на минуту. Вот в чем проблема. Ну, рискуют, на самом деле, элемент споргейминг сейчас очень серьезно рискует. А, да надо заходить и потихоньку ломать. Ракета. Вот сейчас как-то не успели раскидать с пылы. Крипы выживают. Ульта у гирокоптера нету. Что-то СФу там напихали. Занарожно же это, Эгис даст. Специально знал, что он сейчас там. Главное сейчас уничтожить свои ноги, да, и не поставить. Теперь уходить. Или опять идти? Не, ну сейчас уже точно не пойдут, конечно, без Аегиса. Это глупо ломиться. Ну, в итоге просто простояли некоторое время, чуть пофармили, довели вышку до красного состояния соперник напряжения. Ведь если бы команда элемент ошиблась, они бы потеряли немного. Но если бы ошиблись ЛЦ, они бы потеряли сторону. Поэтому, в общем-то, элемент справленный. Искали какой-то возможности. Тут же расходятся все довольно быстро. Кто-то пошел в вражеский лес, кто-то пошел наверх, кто-то пошел через свой лес и зафармили, всю карту. А ЛЦ выходит медленно со своей карты. У них ни вардов, ничего. Кстати, еще один плюс. Из-за того, что все это время стояли на базе ЛЦ, они не успели поставить никаких вардов. А на отходе элементы смогли воткнуть себе какие угодно. И скрин покупает Аганим. Довольно ранний. Апсервы стоят вот прям как раз-таки вдоль речки. Но они качаются. Качаются. Качаются в текущем. Какой-нибудь вижен все-таки присутствует. Поставили, да, элемент споргейминга. Вот здесь варцы тоже неплохие весьма. Ну и опять-таки сейчас будет на стадии фарма. Ребята будут зарабатывать себе денег. И возможно, кто-то у нас с Смоком разнообразит все события. Да, Смок проюзывает элементы споргейминга. Сбежал скрин, выглавляет он свою команду. В поисках противника. Сейчас он уже левел 11-й. Второй уровень прокачки у него ультимативная способность. И свард будет щелкать. Вопрос кого? Как будем смотреть кого? Ну, саккуратничали ЛЦ. И чуть ли не полностью там сейчас находятся на базе. Не подставляются под ганг. Да, понимают прекрасно, что... Может быть где-то видели. Да и в принципе видят, что нижняя линия слишком жестко запущена. Но туда никто не приходит. Кто ничего не фармит. Да, и решают просто отстояться на базе. Все правильно делают абсолютно. Все так, все так. Ну, элемент будет теперь до следующего Рошаба сидеть. Я думаю, что неудивительно. Потом пытаться как-то... Может быть опять ту же нижнюю сторону. Им на самом деле осталось. Тут 450 хп это... Ну, эсэф это на 2 секунды. Для этого да, нужен Аегис. Посмотрим, пока аккуратненько очень отпушивает кевка нижнюю линию. Отправляя кабанчика и так далее. Пытается отпушить колокольчик, который закипит на ракетку. Такая дистанционная борьба за то, кто будет... Аккуратно здесь владеть. Ставится об серверах. Такой интересный поставлю. Вот сюда довольно опасно. Видимо, передано. Да, интересный об сервер. Ну, это, видимо, они рассчитывают, что здесь долго будет стоять элемент, чтобы видеть, что у них происходит. Какая у них позиционка. Подъезжает катапульта. Осадное орудие уже приготовили. Элемент. Приманенные. Да, приманенные катапульты это неплохо. Но, конечно, никогда тут все настолько быстро взрывается. Рубик и Лина делают свое дело. Ну и все, расходятся. Абисмастер там отпушил нижнюю линию, нафармил себе на Блинк Даггер и сразу же на ТП пошел на базу. Что же будет у нас покупать генерал? Вот в такой ситуации, когда с одной стороны неплохо зайдет какой-то жир. С другой стороны нужен какой-то... Я даже не знаю. Дэмодж по товарам. Ну, скорее всего, мне кажется, что это скади какой-то будет. От Шадоуфин, да. Может быть, Лин уходить в плотность? Можно бабочку купить. Да, и дэмодж будет. Бабочка просто она даст еще... Ну, это так же, в принципе, и статов, выживаемости и дэмодж. Тут не особо много урона с руки, только гирокоптер, у которого пока что довольно мало. А вот как раз-таки рассказ. Бэйн, Лина, Рубик, Бестмастер. Он посерьезнее. Но заходит по миду. Пока что ничего не покупает себе с Шадоуфин. 4 тысячи все еще остается. Просто проходит по миду. Опять загоняют всех, кроме Рубик, который где-то там... Отпушивает. Кстати, пришла стата, что Рубик лучший герой команды ЛЦ. У них там чуть ли не стопроцентный винрейт с ним. Но пока не видно, чтобы Рубик чудеса какие-то творил. Но... У нас и драк-то по пальцам можно пересчитать. Одной руки причем. Потому что драк было очень мало. Заходит Катапульта тем временем. Рошан, он появился. Второй просчет. Только Аегис без сыра. И опять-таки Бивер пытается сплетить. Неужели так просто Рошана будет удаваться? Да, я думаю, что будут. Нет, они не будут просто так отдавать. Они сейчас ТПшиваются. Скорее всего, будет прожиматься СМОК. СМОК прожимается. И скорее всего, даже будут успевать. Убийство Тварошана. Да, и Бейсмастер с Блинком. В3-3, кстати, может прищать, то, что он с Блинком. Позиция... Или там еще, боже, под Паша, Тварошан подставился. Но позиции задержали. Кепка зашел в Прайм Ролл в Кинг Эра. Почему-то убежает сразу Мека. Пошли БКПшки. Кепка очень быстро пробивает. Остается Сварц, разбивает. Спину Лина. Погон на Блейк. Тут Верка премиалец. Кинкер из которого здесь погибнет. Там Герокоптер много демеджа выдал и наполучал тоже. БКБшки закончились. Теперь нужно отходить. Рубик уходит с Блинка. Остается Герокоптер. Уходит Герокоптер. Хотя проходит по нему замедление. Сэнджа могли попытаться его достать. Оракул. Оракул убежал просто. И Вич-Доктор тоже убежал от Лины. В итоге все возвращаются на Рошана. Ну, погнался Бейсмастер за Оракул. В принципе, понятно, почему он в него ультовал. Потому что по-другому героев тяжело забрать. С другой стороны, очень хорошая контр-инициация была от Клакверка. Ну и... Коры все-таки посильнее у Элемент. Как мне кажется, на данном этапе. Вот то, что Герокоптер, после того, как он дает свой прокаст, свой флэг. Ну, даже свой просто колдаун. Он уже не такой полезный. Его флэг не наносит так много дэмджа. В то время как СФ и... Боже мой. И Винга, они там просто уничтожают с руки. Ну, у одной 200 урона. У другого почти 300 урона. Плюс еще 2 ауры на минус армор. Аура и террор. Это очень... Да, тут они постоянно убьют с руки. А Герокоптер идет, когда из флэг. Заходят. Это старается большая. Пинус вышка очень быстро. Да, это бабочка генерала. Все было вполне предсказуемо. Важная силу сверху. Взлезает глип, лакунов, были штаны. Боже, как он доживает здесь. Полспромайз. И эллидан будет лежить. Под сил, под сил. Волочий БКБ действует. Все в порядке. Генерал. Там что-то в головы будет просто. После того, как холл спромет. И ставится смарт. Боже, как больно. Бейна растоптал. Еще и свапают. Дайш. Джелоби. А Джелоби-то был бы за Еггиса. Точнее, без БКБ его просто подняла. Гостан погиб. Ой, генерал. Заканчивается БКБ. Убивает Некрача. Но в любом случае есть Егис. Минус 2. Отбиваться становится тяжелее. Рубик поднимает в воздух Вингу. Вингу продолжают захиливать. Класс вверх ультует. Падает в кого-то из своих, судя по всему. Связывают двух героев. Но в Ростапе уходит у нас Лина. Надо добивать Барак. Надо добивать Барак уходить. Добивать, а что бы то ни стало. Барак. Чапара у Таро в генералы бежать. Все бежать. Бежать подворачиваться. Уходить. Но еще есть Егис. Он хочет его, судя по всему, поменять хочет. Да, минус Егис. И второй Барак будет забирать. Вообще, Егис, а тут брендовый барак стоило на того. Можно было с Эгисом сохранить. Я пойду по Миду. Следующую. Возможно, да. Но преимущество заработали знатно. И тут же идут по Миду. Да, ЕСФ просто, чтобы отрегенить себе все. Быстренько отдал. До Егис пока геропоптеры нету. Свапают Лину. Пока у него нет. Фрорстапнули ее, конечно. Куперк дальше пытается подснять. Нажимает, добивает или нет. Фрорстапом дальше присутствует сама себя. И в итоге есть у него, конечно, пайпэк. Но 25 секунд, а вернее пока еще будет. Надо будет сейчас выкупаться. 20 секунд это слишком много. Все время просто сломают барак. Выходит геропоптер. Нет, решают отойти. Элемент Рубик прыгает. Пытается навязать драку. Скрин. Ультимейт скрина. Тут же Фаллс Промайс. Блин уходит. Дай у Касла на развороте. Какой-то фокус неудачный прошел у Телц. Они идут в погоню. Но сейчас развороте могут элемент спрогейнга вообще подраться. Нет, просто решают отдать скрина. Уже не очень им хочется драться. Все в кулдауне. И отходит. Наверное, правильно. Потому что одного скрина отдали всего-навсего. Снесли в сторону Тир-3. И получили очень большое преимущество. Сейчас просто нужно закупиться. И прийти уже с новыми артефактами. Потому что пока что они просто не успели купить себе артов. Вот Винга уже с Энджин Яшей на новые деньги. Лотус Орб появляется у Оракула. Против чего вообще он купил-то? Прямо Роры есть, кстати. Да, но снимать вот нечего уже после того, как скастованы. Ну, заранее вешать кого-то, чтобы в него не раскастовались. Да, это много сегодня. Лакверк скоро с Аганимом будет. Ну и Вичдоктер, у которого также есть Аганим. Он все еще довольно опасен. Все время приходится его контролить. Кстати, на Лотус Орб как раз-таки на него можно вешать. Неплохо. Ну, вообще, да. Немножечко так ЛЦ пытались догнать. С кого-то убрать. С кого-то забрать. Ничего не получилось. Мы должны выходить на базу, потому что нижняя линия пушится. Ну и вновь собираются вместе элемент с ProGaming. Ну, надо игру сейчас просто по-доброму заканчивать. То есть идти и показывать, насколько они сейчас сильнее стали после предыдущих выигранных замесов. Нет нужды даже, я бы сказал, ждать этого света чего Рошана. Да, там будет Сыроегис, но это будет слишком пассивно. Не геймплей этого скрина. Скрин будет вести в свою команду к победе. Пока что вот эта заготовка, она полностью работает. Потому что ставка была сделана на СФ. Ему давали помощь в виде Вичдоктора. Ему давали Коги Клакверка. В итоге СФ пока что 6-0-3 с топовым натворцем обгоняя очень далеко всех остальных. Если это, ну, если доведут сейчас до победы, можно будет говорить, что заготовка суперкруто реализовалась. Абузеры. Просто абузеры. Абузеры. Флоспромайз. Иллидан под БКБ свапает СФ. СФ живет. Куда Йоку-то залетел. Команца что-то шла. Ой, как опасно. Йоку, он в форстафе, конечно, отходит. Но это было... Ужасно кевка. В лотусорт. Вот он ультанул и застанил сам себя. В итоге выбивает кем. Кингер красавчик. Реакция у него. Они еще так от этого Йоку отошли, мол, давайте, там, прыгайте, кидайте в него что-нибудь. И уже держал на готове лотусорт. Очень круто сыграно. Подловили кем. Подловили, подстраивали. В самом-токе минус мид линия от элементов про гейминг. Две стороны уже потеряны. Лотоканспирисы идут дальше. Элементы ломать третью сторону. Идут к победе в первой карте. Ну что ж, ЛЦ. Есть пайпбэк. Надо провести последний пайт хороший. Телекинез. Подловили Йоку. Финцгрипп. Разожали его. Вот есть Мега, но идет как-то равно пад. Управляются самерно. Это падает Тер-3 уже. И остались в головы бараки без глифа. Колдаун. Залетает, подминает. Подтайм. Отстань. Едет генерал Эриквен Масол. Под БКБшкой. И вынужден убегать. ЛЦ. Киевка. Без Праймурора. Очень серьезное пробивать. Герокоптер здесь. Лина после байпбэка. Слушай, слили двоих. Можно сцепить еще так же телекинезисом у Чтоктора. И спина убивает так же. Ритуал. И найдет танчер. Гегара, сцепила пустаном. И лагуну. Хорошо. Успел линзу дать. Но в итоге все равно слишком толстый, естественно, Бобби Найт. Но в любом случае снесли две стороны. На третьей остаются голые бараки. Я думаю, что несмотря на то, что отдали 2000 в пользу ЛЦ, все-таки два байпбэка. И слишком много сейчас Бобби Найт ампания пожертвовали. Бабочка приобретает себе герокоптер с вырученных денег. Но там уже СФ подкупает понемногу Сатаник. При этом денег у него опять же очень много остается. На Сатаник и в МКБ можно выйти довольно-таки быстро. Можно, можно. Преимущество, конечно, больше 10 тысяч уже по дигам по экспириенсу. По-прежнему ведутся в Риал-Ц. Но это не так важно. Важно то, что есть СФ, который его шишу бьет. Ну, в общем-то, действительно, элемент спорогейминг пока показывает хорошую тату. Ты представляешь, какого тяжко будет под Феллспром Амайзом с Сатаником убивать? Он с Сатаникой себе восстановит так много хп, что его даже трогать не захочется. Ну, если будет такая счет. Считается ли Аджор Сатаника хилом? Ну, да. Который увеличивается в два раза. Я думаю, что да. Почему нет? Я думаю, что любой хил должен увеличиваться в два раза. Или нет? Вопрос такой, да. Ну, нам подсказывают, что считается. Ну, я думаю, что абсолютно любой. Единственный, который мог бы не считаться, это там под какой-нибудь дебафом Апарэйшена. Но в любом случае здесь СФ тяжело убить даже без Арахула. Он нереально толстый. У него есть Эвэйжен, у него есть Сатаник. Я даже не знаю, что он будет последним артом собирать. Но даже без этого последнего слота сейчас он смотрит с Терминатором. И плюс у него очень много помощи в виде Винги, которые, как мы видим здесь, сразу же не думая, жертвуют собой, лишь бы этот СФ жил. Ну, потому что все-таки у Винги Нетворса на 11 тысяч меньше. Все так. Все так. Все так. Ну, не торопится пока Элемент. Решили, видимо, на следующую сторону уже идти с Эрмаэгисом. Огрожатник играет, да. Да, появится совсем скоро. Много времени ему осталось. ЛЦ пытаются нафармить себе артефактов. Они, наверное, дадут тот самый бой уже на Рошане. Это будет единственный такой вариант. Нам закомбэчить. Если убить противника, можно забрать Сэрмаэгис еще как-то воевать в этой карте. Так что будем ждать появления краски Рошанчика. А, СФ, чтобы купился в МКБ, нужно было, чтобы спалили, что у Гирокоптера есть бабочка. Видели ли это ребята из элементов PlayGaming? Большой вопрос. Прокликнули кто-то за окоп Гирокоптера. О, что ты там? Налево-направо расхидывает питьок? Ну, птицы просто задолбали уже разведывать. Он не хочет давать разведку. Ракеты на кулдауне, поэтому ультом в эту птицу ворвался. Действительно, очень тяжело играть против птицы. Хороший смог сейчас разбивают. Ой, какой смог разбили. Настолько план. План зайти на бараке. Пока медленнее... Ну, антибуктор система отключилась, потому что скрипы зашли. Чтобы внезапно зайти и барак слить. Просто внезапно. Ну, есть глип. Там ждут, знают, что куда-то все ушли. Ставится вард. Галидан, свапчик. Свапчик какой-нибудь. Ваши сил света наверх. Бейна, кепка, праймал рор. Все это генералы, которые тут же ПКП прожимают. Дает реквим. Галидан все еще держит. Пытается Галидана смять. Галидан стоит, ничего не может. Завязать все и слушают. Они потеряли элементы. В размере того. Вакема валяется. Сейчас могут, могут Йелопи подцепить. Нет, в итоге Йелопи уходит. Лина, стан, меланхолия. Есть кукшот у него. На развороте вряд ли уже будут пытаться элементы. С кукшотом крипов отлично уходит. У нас Йоку. Бежать просто бежать. А вот ее АСФ не ушел, получает слип. Ну как же так подставилось генерал. Здесь же у нас рубик с ворованным. Реквием оф соус вплотную. Не знаю, АСФ просто практически взрывает. Соло. Сварит стрик. Очень обидный Реквием оф соус, потому что без него-то АСФ вряд ли бы убили. У него там еще и сатаник. И даже несмотря на дизейблы, мог он долго жить. Может быть, кого-нибудь в размен бы убил или просто убежал. Ну, шансы были. Но с Реквиемом слишком много дэмэджа залетело. Проявляются вот эти вот капитанства скрина, когда остается Дорошана полторы минутки, они идут на чужих игран без скрипов. Вот это вот скринское капитанство. Мол, ребята, пойдем вперед. Сейчас я покажу, как нужно выигрывать. Нет, Лона Конспирис, им тут дали отпор. Да, гениальный план не сработал. Заходы на бараки. Ну, на самом деле, ЛЦ очень здорово прочитали. Они прям готовились к этой встрече. Элементства думали, мы сейчас зайдем, там никто не готов, никого нету, и мы вообще бараки сломаем. Потом увидели пару героев, а давайте-ка мы их там свапнем. А там оказалось вообще пять, и все ждали, когда начнется эта драка. Да, такой мини-камбэк. Сейчас устраивает Лона Конспирис, отыгрывая порядка пяти, семи даже тысяч монет. И вот он вообще вперед. Он появляется, ССФ, они в 18 секунд, и неужели придется байбэкаться ССФу? Или отдавать Сероедис? Надо задержать каким-то образом. Элементств не должно входить. Ну... А как задержать? Врываться в драку? Без ССФ опять же? Голем, смотри, пошел. Големочка. Пускают все люди Элины. Ну да, ну там понимаешь все, что на Рошан нет, отдают его. Ну, Элементств про гейминг сейчас сами себе палки-колеска не отправляют. Убит силами тьмы. В народном месте отдали инициативу, отдали выигранную... Ну, не отдали выигранную игру, а они, во всяком случае, подарили шансы для ЛЦ. Для камбэка. Ну да, серьезно, потому что вы проигрываете 10 тысяч без двух сторон, это очень тяжелая ситуация. А сейчас вы уже играете на равных, пусть даже без двух сторон. И речь о том, чтобы попробовать продавить третью сторону, в ближайшие пять минут даже и не идет, потому что... Аегис у Гирокоптера? Да, и сыр у Лины там, и айтемы появляются. Круче, лучше. К примеру, у Джеллопи там сколько? Пять тысяч монет. Пять сто. Можно слота, конечно, приобрести, но он наверняка хочет приобрести партнолу. Я думаю, МКБ, и вот ему это как раз надо МКБ. Только слота нет. Вот это самое МКБ. Можно пока вместо доминаторов. Слота действительно нет. Что же делать? Летит у нас курица в магазин, МКБ Айсэфа. Будет вариться. Уже у него есть деньги, оставляет, возможно, на байбэк пока что. Может быть, сразу купит. Слушай, вот во что инвестировал часть денег своих Джеллопи, это когда он купил себе Трава Ла, продав фейсбук. Вот, можно. Ну, слота нету, даже по ТП. Поэтому надо. Ага, МКБ появляется у СФ. Сейчас СФ главное не отдать, потому что СФ без байбэка можно игру слить. Тир-2 вышек нету. Ракеточки залетают, потихонечку толкают. Здесь кабаны, да, кабаны пытаются не дать пропушить. Ну, вот эти две потерянные стороны ЛЦ, ну, просто не позволяют там далеко выйти из базы. Ну, вот есть какая-то смок-атака по свой же лесу, противников просто нет. Что конкретно сейчас им не позволяет выйти третья сторона, как ни парадоксально, потому что они отпушили две, но третья сторона так сильно пропушилась, что как только это увидели элемент, они сразу поняли, что там смок. И все зажались на базе, пока не увидели вот сейчас гирокоптера, который вернулся. Слишком тяжело выйти в смоках в такой ситуации. Выйти, выйти очень сильно трудно. Две стороны сразу давить тоже не получится, потому что можно подстрелять под пятерку элемент споргейминг. Ну, ситуация непростая, им нужно надеяться на то, что элементы сейчас, то есть скрин скажет, «Ребят, неважно сыро Егис, пойдемте заканчивать эту игру». И вот на это надеяться на ДЛЦ. Они смогут принять еще один бой на своей базе в комфортных условиях и подраться. Ну, конечно же, элементы споргейминг никуда не пойдут, как минимум будут дожидаться потери Егиса. Ну, в лучшем случае, конечно, еще подоформить себе каких-то айтемов. Вопрос, каких сатаник будет у гирокоптера, он решил закупаться по полной. Ну и да, и последним. У них с ССФом прям идентичный закуп получается. И последним слотом МКБ. С разницей только то, что гирокоптер промахивается по СФ, по СФ по гирокоптеру нет. Ну, это пока. Ну, вот как раз если он доберет СМКБ, который надо добрать, у них получится прям идентичный закуп. Хотя герои, наверное, я бы сказал, довольно-таки разные. Ну, вот в этой игре именно так они решили. Одному надо бить с руки и другому, чтобы они встаняли. Сенжин Яша фирменная. Рубик покупает Аганим. Вот это интересно. Я теперь начинаю понимать, откуда у них 100% винрейт с Рубиком. Что память-то неплохо у него. Блинк, Форстаф, Гост. Он, в принципе, непонятно, что откуда он там взял этот блинк вначале. Очень быстро выформил блинк, потому что вроде как нигде особо феноменальной игры не показывал. Но сам факт, что у него действительно появился и блинк, и потом сразу Форс, и сейчас уже Аганим. Причем сейчас уже действительно он пару неплохих моментов показал. Там с убийством СФом в том числе. С Реквиемом сворованным. Сейчас Реквием можно с Аганимчиком увидеть. Кстати, да. Первый раз, наверное, в турнирной доте. А еще можно палку сорвать. Вот палка — это поинтереснее вариант. Потому что палку здесь... Палки здесь можно всю команду переубивать. Ну, вообще, много есть интересных спилов и у Оракула, и у СФа. Даже у Винги свап. Так, окружают Лондон Конспираси. Все видят на варде. Позиция очень плохая. Позиция. Рубик. Валитана. Клодан залетает. Пошел у нас кепки. Не знаю, кому льдовать. Тают этот вард. Неплохой. Эльдан лоу-хп. Но убили без мастера. И Джелби тоже попаляется под этот вард. Очень ему больно. Эльдан под папами от Оракула будет жить. И ответный вард. Ответный вард от Рубика. Но он ни по кому не стреляет. Сейчас видит Кингера. Да. Подразвалились. Кирокоптер после Эгиса восстанавливается. Здесь Лина. Лина есть сыр. Лина сыр юзает. Живет пока. Неплохо. Но сейчас нужно пытаться развести на СПСФ. Получается хоминг-миссл. Здесь и так. И Рубик. Ворованным регнем. Списывает по СПСФу. И отхиливается. За счет того самого аганима. Не бывает. СПСФ остается один. Кидают на Гирокоптер. Дебаф он не может бить. Он просто уходит отсюда. Клакверк в очередной раз использует ульт. Ворует его Рубик. Рубик попытает возможность зарубить на СПСФ. Гирокоптер забирает Клакверк. Тем временем. Гирокоптер. Ой, подстрелет. Его пробивают. СФ очень больно. Гирокоптер минус. А там уже балл загорит. Ребята-то возвращайтесь. ЛЦ должен давить на пятки. Есть ли ТПшки? Есть трабола. У пивера нет ТП. Надо так. На длинках портал. Там 4-4 сейчас еще один нападет. Башню сил тьмы на центральной рюме. Да, очень много здесь крипы пропушили. Все колодцы вот эти сбили. И остается вот только один маленький колодец. И теперь 4 вышка. Одна. В следующий раз такая драка, если затянется. Я удивлен, что несмотря на удачную позицию, так плохо провели драку ЛЦ. Ну и конечно элемент там выжили максимум. Все делали до конца. Особенно Клакверк с Оракулом. Все, ну весь потенциал своих героев использовали. Проблем осталось тоже, которое возникло прям с первых минут игры. Когда СФ начал лабузить эти Коги. СФ стоит и просто бьет. Не могут его убить. Его пытались раскатить. Невозможно. Он стоит, пробивает абсолютно всех. И его как огня боятся. Слишком сильный у нас генерал, на которого пока дэмэджа просто не хватает. И вроде бы там ЛЦ поубивали кого-то. Развели на байбэк Винч Доктора. Это все неважно. Стоит СФ и с ним сделать ничего не можете. Это проблема. Это большая головная боль. Притом я даже видел, что большую часть здоровья вообще снес Рубик опять же ворованным реквием. Не герои типа Лины и Герокоптера, а именно Рубик. Того, что Нюху своровал. Так что тут тяжело, очень тяжело. И ЛЦ сейчас вынуждены будут отбиваться, судя по всему, уже на своей территории. Ну да, почувствовали опять элемент, что они далеко впереди. Можно попробовать как-то аккуратненько подпушить. Просто можно даже не заходить на рампу, а просто постоять, подождать, когда со всех сторон подожмут крипы. Вынудят как-то нарушить позиционку. Или побить по рейнджовому бараку, чтобы эта линия тоже пушилась. Там 180 хп в конце концов осталось. Так Лаквер кто-то продолжает искать. Истреблять ястребов. Получается неплохо, Йокуху. Что-то кратно них-то тратит. 180 хп. Просто сбить рейнджовый барак, и постоянно линия будет пушиться. Ну и понятное дело, что если здесь кто-то пойдет на рампу, сразу начнется драка. Винга с Аганиму. Не убиваемый элитант теперь будет. Да, это, кстати говоря, неплохо. Кстати, вот что может быть таким большим недочетом, то что вот Рубик может воровать ультимативные способности противника, но вот Вингис Сапс воровать может более улучшенный, да? А жить после того, как умрет уже не сможет. Сможет, по-моему. Сможет? Там вообще все, там очень жестко это все выглядит. Вплоть до того, что... Казаруси. Сейчас тебе, сейчас я расскажу, нападение ведет, да, забирают битмастера. Очень быстро ставят. Десмарт, 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 как же это больно! Не просто выжить после этого, десмарт, никому лд падают. Там, конечно, погибла Вингая и Докверк, но очень особо важно. Между 4, сделать байбэк герокоптер, прикипает так же линут, тоже есть байбэк. И падает последний милистый барак, есть клип, его нужно вязать, иначе не будут мега-крепы. Приходите, приходите к герокоптеру, но в своем сооружении. Что делать-то? Что делать? Делопи, Флэг, Тайк, Расселин, бараки уже упали. Делопи, Расселин, ПКП в откате, его спал будет прямо в кучу сапой тикер. Пострелил, он может забить, потому что на него накинут второй спелл Оракула. И остается вверх. Да, надо еще в лидер. Ну, как КВП? Да, в общем, победа, команда, элемент, хорошо очень зашли. Прямо последнюю драку провели суперуверенно. По-моему, бейтмастер там психанул, честно говоря. Ворвался очень жестко. Но, возвращаясь к теме с Рубиком, я вот точно не помню, что он должен своровать. Но был даже мувик на тему энчантраса Рубика, когда Рубик ворует спеллу Винги. Она ворует иллюзию эту Рубика. И в итоге энчантрас получает целого героя, который может воровать спеллы. Там страшные вещи происходят. Но, на самом деле, все равно толку в этом мало, потому что Вингатта, она очень толстая. А Рубик, он далеко не такой толстый. И он не может использовать предметы, к тому же, свои, там, Форстаф и блинки. Он может воровать и нюкать? Да, может воровать и нюкать. Отличная стратегия от Elements Pro Gaming. Хорошее исполнение. Немножко они, конечно, подбуксовали в конце. Но, в принципе, 90% игры они контролировали ход встречи. Очень здорово смотрелись. Команда гениальная, на самом деле. Команда, которая сама игру выиграла, сама игру чуть не проиграла и сама ее завершила в свою пользу. Она сделала все об этом.